В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! Более 1300 спортсменов идут на лёд Бухты Новик уже в эту субботу. На острове Русский состоится 9-й зимний ледовый полумарафон «Мэджик Владивосток Айсран». Сегодня мы поговорим о нём с нашими гостями Александриной Кучиной, генеральным продюсером ледового полумарафона «Мэджик Владивосток Айсран» и Ольгой Игаевой, спортивным директором ледового полумарафона «Мэджик Владивосток Айсран» и директором бегового клуба «Ран ДНС Ран». Девушки, здравствуйте! Вы снова у нас в гостях, но с новым мероприятием. Мероприятие, да. Александрина, это уже девятый по счёту марафон, полумарафон. Что нового в этом году? Мероприятие, как раз так и не новое, оно уже традиционное и уже девятое. Мы сами в шоке, честно говоря, потому что следующий год уже будет юбилейным, десятилетним. Ну, у нас в этом году немного названия сменилось, о нём попозже поговорим. «Мэджик Владивосток Айсран». В принципе, суть та же. Единственного количества участников в этом году, конечно, у нас больше. Ну и наполнение стартовых пакетов. Ну, то есть получается так же, бежим по льду, в бухте на ВИК. Да, абсолютно так же. Приезжаем с хорошим настроением, с задором, с готовностью. Открываемся и бежим. Оля, мероприятие пройдёт всё-таки на льду. Безопасность участников, ну, наверное, самое главное в этом мероприятии. Конечно же, безопасности мы уделяем очень важное значение. И всегда всё у нас, мы стараемся предусмотреть все нюансы, все моменты. В этом году ожидается вроде как плюсовая температура, но всё равно будет ветер. И сотрудники МЧС будут присутствовать. Буквально вчера мы уже промерили лёд. С также сотрудниками МЧС лёд около 45-50 сантиметров на всей трассе. Поэтому даже плюсовая температура многие просто переживают. Тепло растает, нет ничего не растает, всё хорошо. МЧС с нами в соорганизации. Вот, поэтому лёд полностью безопасный. Ну, бухта на ВИК, она закрытая, там достаточно мелко, поэтому, я думаю, опасаться нечего. Да, хорошо промерзает. Да, всегда. Ну, вообще, на самом деле, лёд такой хороший, в эту зиму холодную встал, что он до весны будет таять. И вообще у нас был как-то 20-й год юбилейный, когда и плюсовая температура была, и дождь шёл. Ну, ничего. Было мокренько, конечно, немножко, но было классно. Как сказать, нашим участникам, чем хуже, тем лучше. Поэтому для них всегда препятствие. Это только добавлять лишних эмоций для себя, и поэтому это только хорошо. Ну, мы, конечно, постараемся сделать всё, чтобы было комфортно. Всё, что от нас зависит. Ну, в этом году дождя не обещают, поэтому, я думаю, переживать не этим. Мы, конечно, очень стараемся договориться с погодой. Объём в губны, чтобы всё было отлично. Ну, мне кажется, хорошо, наверное, если будет потеплее всё-таки по льду бежать. Ну, уже к весне дело, как раз мы проведём наш девятый полумарафон, и привет, весна. По крайней мере, официально выход на лёд ещё разрешён, поэтому переживать не за что. До 1 марта разрешено, так что, девочки, можно бегать до 1 марта. Да, да, да. Да. Расскажите про стартовый пакет. Александрина уже обмолвилась по поводу него? Да, в этом году у нас, как обычно, вообще мы каждый год продумываем дизайн. Всегда это, конечно, очень сложная история. За несколько месяцев, чтобы это было красиво, чтобы это было практично, и чтобы это угодило нашим участникам. Потому что каждый год мы приучили их, что это всё новое у нас. Поэтому в этом году у нас такой вот тёмно-синий стиль. То есть мы ушли от белого к тёмному, сделали такое всё стильное. Вот у нас такие есть ушки, они одеваются у нас вот так, на голову сзади. То есть их, в принципе, греют наши ушки, можно их одевать на шапку. Есть такие перчатки у нас очень красивые, даже вроде как они с пальцами тач. И такая верёвочка, чтобы их не потерять, если что. Всё как в детстве. Да, держатель номера, то есть можно не прокалывать одежду, и можно сюда номер прицепить. В общем-то вот. А вот медали хочу, чтобы Оля показала, потому что Оле как раз очень красивый маникюр. В цвет льдового. Демонстрация медали очень будет к месту. На самом деле, да, очень красивые медали в этом году. Изображена бухта Новик. Пытались передать то, что действительно останется в памяти у людей, потому как это действительно непростая задача пробежать по льду. Она даже такая 3D, там и море, и волны показаны. Да, в общем, чтобы в памяти остались не только эмоции от бега, но и ещё вот такая красивая медаль, которая будет напоминать, что человек пробежал свои 21 километр по бухте Новик. В этом году стартовый пакет действительно необычный. Толстовки у вас в этом году новые. Я вот не подгадала. Я думала, вы будете в белом традиционной. Оделась так, как... Зато на контрасте. Видите, как мы сами выглядим красиво всё равно. Очень необычный стартовый пакет, очень такой прикольный. Мне пришёлся по душе. А медальки вы тоже разрабатывали или как-то... Всё мы... За несколько месяцев, как и любой другой проект, мы начинаем подготовку. Начиная от продумывания того, какой будет маршрут, всё равно... Понятно, что всё зависит от льда. Всё равно мы всё это продумываем, заканчивая вот ферстилем проекта. Это и ключевой визуал проекта, это и, конечно, наш мерч. Оль, какой должна быть экипировка, чтобы бежать по льду? Всё-таки это непросто. Может быть, что-то специальное на ноги? Вот на уши уже мы поняли, что можно на ноги. Да, на самом деле у нас в этом году очень много участников, и это хороший вопрос для тех, кто сейчас будет смотреть. Всегда принцип многослойности по одежде, ну, начну сначала с того, что у нас всё-таки сверху одета, будет зависеть от температуры. Если, конечно же, будет плюсовая, то чем меньше слоёв, тем лучше. На тело мы всегда надеваем синтетику, которая выводит влагу, то есть нельзя надевать хлопок, потому что иначе он намокнет, и можно будет замёрзнуть. Сверху ветрозащитный слой. Если температура будет минусовая, слишком и будет слильный ветер, холодно, то между этими двумя слоями должно быть ещё один слой, это флис, либо тонкая шерсть. Да. Что касается ног, то тоже это либо термобельё и сверху какие-то непродуваемые штаны, либо тайцы с начёсом, то здесь уже кому как тоже удобно будет. Что касается кроссовок, конечно же, мы бежим по льду, и обязательно условия нашего участия, что кроссовки должны быть шипованные. Такие либо продаются с шипами, либо шипы можно встроить в любые свои кроссовки, то есть у нас умельцы так уже делают, либо шипованные накладки резиновые, которые продаются в аптеках, в спортмагазинах, которые также можно надеть на кроссовки. Но они обязательны, потому что тем более, если будет плюс, немножечко лёд будет мокрый и будет очень-очень скользко, да. Тем более он в этом году замёрз очень неровно, то есть каждый раз, вроде бы мероприятие одно и то же, но лёд всегда по-разному лежит. Он либо гладкий, как зеркало у нас был, в этом году очень шершавый, буквально с такими прям препятствиями, потому что из-за ветра он так вот замерзал неровно. Снега не ожидается, поэтому будет скользко. Но вы тестировали трассу, насколько я где-то видела в соцсетях. У нас проходили 4 тренировки подряд, все они были на льду, то есть как раз-таки мы приглашали всех, чтобы протестировать свою экипировку, понять, в чём бежать. И вот первая тренировка была, у нас был сильный ветер, то есть ветер на льду отличается тем, что от суши, что он сильнее, в 10 раз буквально. Поэтому очень важно ветрозащитный слой иметь хороший, чтобы баф лицо закрывал, очки от ветра опять-таки, шапка тоже, либо с винстоппером, то есть либо такая непродуваемая. Это тоже очень такие важные элементы. Перчатки, либо варежки, конечно же, тоже. Вот в этом году как-то очень ветрено у нас. И мне интересно, а на результаты как-то участников ветер влияет? Да, у нас по прошлому году была такая история, что у нас лидер Евгений Бушков очень часто бывает нашим победителем, и мы думаем, что всё, он развернулся. Он развернулся в точке 10 километров, чтобы пробежать, ну, 21, да, был разворот совершён. За такое быстрое время мы думаем, ну, сейчас будет рекорд трассы. А потом смотрим, нет, он замедлился так сильно, потому что, оказывается, в ту сторону ветер был в спину. Подгонял. Да, подгонял, было легко всем комфортно бежать, но в обратную сторону, когда ветер сильный в лицо, конечно же, он сильно так вот снижает темп и результаты спортсменов. Ну, я думаю, за него ещё никто не проиграл, по крайней мере. Ну, конечно. Будем надеяться, что наша Владивостокская погода ещё никому не навредила. А маршрут в этом году, он какой? Есть же какие-то точки? Да, также линейный маршрут. Трасса у нас размечена. Всегда мы её готовим, что она с двух сторон, как взлётная полоса, колышками с красной ленточкой размечается. На пунктах разворотов у нас пункты питания, как раз дистанции наши 5 километров, 10 и 21. В каждой точке имеет разворот, то есть маршрут линейный, да, мы стартуем и финишируем в одном месте и разворачиваемся, соответственно, на удалённой дистанции. Вот. Будут находиться пункты питания и пункты обогрева, то есть это палатка. Поэтому, если кто-то из участников даже замёрзнет, вдруг будет сильный ветер, можно будет зайти обогреться, выпить чай, ну и продолжить свой путь на финише. Кому рекомендовано бежать 5 километров, кому 10, кому 21? Вот я не представляю, чтобы я заявилась и побежала 21 километр. Конечно же, это очень сложная дистанция полумарафонская, 21 километр, и её могут бежать участники только подготовленные, только кто тренировался. То есть так вот с диваном мы не рекомендуем, ну и даже по медицинским показаниям, да, наверное, не пройдёт человек. Десятку тоже нужно быть тренировочным, а вот пятёрочку в целом можно пройти каждый. Не обязательно же бежать, можно где-то перейти на шаг, поэтому 5 километров – это вот для любителей, 10 уже для более подготовленных, а 21 – для спортсменов. Александрина, сейчас расскажет нам про справку. Да, конечно, на каждую дистанцию нужно иметь справку. Понятно, что 21,1 – это серьёзная дистанция, там нужно с указанием дистанции, допуске дистанции к этой дистанции. А остальные справки, возможно, справки терапевта о том, что здоров, и, в принципе, можно участвовать в спортивном мероприятии. Мы требуем справки со всех абсолютно, потому что это очень большая ответственность. И, прежде всего, от человека перед самим собой, насколько он готов, подготовлен, как он себя чувствует, потому что нужно всё хорошо взвесить. Это кардионагрузка, это техника, это колени, это всё, что угодно, поэтому нужно быть предельно готовым ко всему. Конечно, можно пройтись, если устал, бок заколол и так далее. Там у нас и волонтёры-медики будут, и маршалы безопасности, если что, помогут, подхватят. Но всё равно нужно понимать, что если вдруг решили участвовать с каким-то серьёзным для себя лично результатом, то, конечно, нужно взвесить всё своё здоровье, и справка – это очень важно. Поэтому даже один километр – это важный момент. А география участников со всей России ведь едут в этом году как? Да, да, да. Очень радует, что всё равно после ковидных времена у нас всё равно растёт количество международных участников. Внутренний туризм мы развиваем, внутрироссийский туризм. В этом году у нас около 1300 участников, у нас уже почти закрыты регистрации. 21,1 километр уже закрыты, пятёрочка и десяточка остались там совсем чуть-чуть, прям совсем регистрации. У нас в этом году 7 стран вместе с Россией. Это Россия, Беларусь, Китай, Япония, Германия, Индия. Конечно, процентовка не такая, как в 2019 году, например, когда вообще очень много участников было иностранных, потому что сейчас пока ещё налаживается сообщение между некоторыми странами и так далее. Но всё равно радует, что уже 7 стран, потому что, по-моему, в 2018 году у нас было 12 стран, там в 2019 году у нас участвовало 13 или 14 стран, то есть уже 7. Это уже отлично. Если говорить про субъекты Российской Федерации, то это 16 субъектов Российской Федерации, 59 городов. Процентовка, самое интересное в этом году, соотношение мужчин и женщин. Обычно было 50 на 50, в этом году 60 процентов всё-таки мужчин, 40 женщин. А, вот так. Да, мужчин у нас молодой, он у нас больше. Интересно, у нас обычно женщины активно. А это здорово, как интересно, конечно, вообще. Кто думает, где можно познакомиться, надо остались в местах зарегистрироваться. Мне кажется, на таких мероприятиях. В общем, да, в общем, ждём всех, и ждём не только участников, конечно, ждём болельщиков, потому что всё-таки прекрасное зимнее утро, приехать, поддержать своего друга, подругу, родственника. Не просто приехать с ним, побыть, а встретить его на финише, может быть, даже нарисовать какой-то плакат и скандировать ему. Это очень... Особенно на последних минутах, Оля будет согласна, когда ты просто бежишь, и ты просто уже... У тебя уже нет сил, вот он вроде какой-то финиш, а тебя вот так вот ждут. Это здорово. А ты ещё медаль получаешь потом, такую классную. Да. А родственники могут приехать, поболеть, для них что-то тоже будет организовано. Это программа, будет музыкальная программа, интересная футкортная линия, будет фотозоны различные, где можно фотографироваться, аниматоры. Собственно, там, с управлением по делам молодёжи мы устраиваем тоже интересные соревнования. Это валенка-болл будет на льду, это воздушные змеи будут запускаться, флэш-мобы различные. Вообще, в этом году мы учредили две номинации, дополнительные для того, чтобы было ещё интереснее участвовать. Это в честь молодёжной столицы Владивостока мы решили учредить вместе с мэрией города Владивостока, управлением по делам молодёжи, молодёжную дисциплину. То есть будут награждены в каждой дистанции 5, 10 и 21 МЖ, самый молодой бегун. То есть это не обязательно победитель этой дистанции, там возрастной ценз от 18 до 35 лет. Потому что выиграть-то может кто-то постарше, а вот именно самый молодёжный, это получается цифра, возрастная цифра, которая указана как раз-таки в этом возрасте. Можно будет получить призы от администрации города Владивостока. И также Кубком губернатора в этом году в честь года семьи будем награждать самую многочисленную семью. И она у нас уже зарегистрирована. Ну ещё же не конец. Да мы ещё ждём, конечно, ждём. Но вот хочется, да, вот когда вот семьи бегут, это здорово. То есть не только тимбилдинг, кооперативные команды, для которых мы устраиваем отдельные зачёты, да, награждаем их, а ещё и семьи. Целые семьи бегают, и маленькие, и взрослые, это прям классно. Не только мама, папа, и я спортивная семья. Мама, папа, дедушка, бабушка, брат, сестра и я спортивная семья. Вам надо ещё животными что-то, наверное, организовать, чтобы бежали со своими. Да, это уже отдельное, мы про это думаем, возможно, мы на нём сделаем, да. А, да, интересно. Кстати, вот заговорили про детей. Для детей есть отдельная дистанция, да? Да, дистанция километр традиционная детская. Также они стартуют самостоятельно. Шесть плюс детки до десяти лет. В сопровождении наших пейсмейкеров, кто у нас будет темп держать на маршруте, вот они сначала пробегут с детьми, то есть по безопасности, чтобы никто не упал, чтобы все присмотреть. Потому что родители только приводят своего ребёнка на старт и встречают на финише. Самая интересная особенность уже, который год дети бегут 100 километров. Вот на развороте их ждёт большая панда, обозначающая разворот. И то есть они разворачиваются, она их встречает, они разворачиваются, бегут уже к своему финишу. Где их ждут родители, а? Деток много? Вот я не помню, сколько их там, 150? 200 человек, да, около 200 человек. Мы сами немножечко ограничиваем, желающих может быть и больше, но мы всегда так, чтобы по безопасности запускать кластерами, никто никого не задавил, 200 человек. Ну так всё равно 200 человек детей, это же целая школа. А вообще, конечно, на трассе можно перекусить, там будет изотоник, чай, шоколад, финики, да, питательные наши. И на финише, конечно, это будет прекрасный ароматный чай от Зума и Зид Приморья и каша. То есть никто не уйдёт голодный. Кто бегает, тот ест, кто не бегает, тот тем более ест. Поэтому такой у нас девиз. Будет весело, спортивно, вкусно. Участники могут поучаствовать в розыгрыше стартовых номеров. В 13-30 будет проходить по стартовому номеру, как лототрон, получается, можно выиграть интересный приз от наших партнёров. Что на финише получат победители в этом году? Ну, каждый победитель, конечно, получает свой, собственно, результат, свою радость, медаль красивую. Потом он может поездить, сделать себе гравировку на медали, если захочет. И также мы разыгрываем среди победителей, конечно, у нас призовой фонд 300 тысяч, который делится на 18 абсолютных победителей. То есть это МЖ, первое, второе, третье место. Все три дистанции 21, 10 и 5 километров. Помимо призового фонда расписанного, это денежного, также будут призы от наших партнёров. И, конечно, от нашего друга и партнёра, который поддерживает нас с первого полумарафона нашего. Это бренд Honor. Действительно, мы уже друзья, мы уже вместе столько лет, 9 лет. И символом нашего полумарафона и нашего сотрудничества в этом году является новый складной смартфон Magic V2. И его получат именно первые места полумарафона. В каждой номинации? Полумарафонская только. А, полумарафонская. Да. Но всё равно это так приятно. И, конечно, остальные другие дистанции получат также призы от бренда Honor и других наших потрясающих, прекрасных партнёров. Ну и призовой фонд, да? Да, я сказала уже. 300 тысяч, да. Есть ли ещё возможность принять участие? Ну вот Александрина сказала, что совсем чуть-чуть осталось. Есть, да, несколько слотов буквально на 5-10 километров. То есть нужно зайти на сайт IceRAM и зарегистрироваться. Но обязательно медицинская справка нужна будет при получении стартового пакета. Выдача стартовых пакетов, кстати, будет уже в эту пятницу, 16-го числа, в ГУМе. В малом ГУМе. На четвёртом этаже. На четвёртом этаже. Можно прийти, получить свой стартовый пакет с паспортом, со справкой. Также там у нас будет зона и экспо. У нас там будут спортивные партнёры. Можно и накладки приобрести, ещё что-то, например. И даже какая-то сувенирная продукция. И паста-пати у нас будет, как обычно, накануне мероприятия. Мы устраиваем, тоже будет в малом ГУМе, паста-пати. На нём можно зарегистрироваться. То есть в рамках паста-пати всегда проходит брифинг от спортивного директора по поводу соревнования. То есть вы готовите участников полноценно. Конечно, конечно. Потому что будет происходить. Да, да, да. Всё рассказываем. Информируем. И на брифинге. И всем приходит e-mail-рассылка со всеми нужными знаниями. Также у нас будет трансфер для участников. Так как всё-таки территория школы номер 5. Там нет парковочных мест. И мы рекомендуем воспользоваться нашим трансфером. Именно участникам с центральной площади он будет двигаться. И от Мини-ТЭЦ. То есть можно встать возле ДВФУ где-нибудь припарковаться. И от Мини-ТЭЦ до самой площадки и обратно. Старт где будет? Старт будет возле территории школы номер 5 на прибрежной зоне. То есть все, кто хочет прийти поболеть, посмотреть. Да, ориентируйтесь. Посёлок Канал. Школа номер 5. Прибрежная зона. Ну и что пожелаете участникам традиционно, Александринам? Смелости, удачи, лёгких ног. И мы вас всех ждём. Прийти в хорошем настроении, улыбаться и получать те самые эмоции, которые останутся с вами надолго. Ну что ж, я тоже вам желаю хороших эмоций. И следующий год юбилейный. Будем надеяться на то, что география расширится. Ну а этот год пускай пройдёт тоже достойно. И как можно больше людей выйдет на лёд, как можно больше пробежит. И будем надеяться увидеть вас в скором будущем с новым беговым мероприятием. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Я напомню, это была программа «Время говорить». И сегодня мы говорили о зимнем ледовом полумарафоне Magic Владивосток Ice Run, который пройдёт уже в эту субботу. В гостях у нас были Александрина Кучина, генеральный продюсер ледового полумарафона Magic Владивосток Ice Run. И Ольга Гаева, спортивный директор ледового полумарафона Magic Владивосток Ice Run. И директор бегового клуба RunDNS Run. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова